Вы помните, что мы два воскресенья говорим о послушании, да? Насколько это вообще серьезно? Насколько это важно? И я хочу продолжить послушание. Потому что Бог продолжает открывать его глубже и глубже. Вы знаете, очень тяжело оставаться в послушании, даже когда ты выбираешь, да, я буду послушать Господа. Потому что на наше послушание, на нас вообще, воздействует окружающая среда. Множество факторов, которые воздействуют на нас извне. И они влияют на нашу душу, на нашу плоть, на наши чувства, на наш ум. И это все, вы знаете, рассуждение, и как-то отвлекает нас от послушания иногда. Вот я вам буду приводить примеры сейчас, как влияет на нас окружающая среда. Это могут быть даже добрые братья и сестры. Вот берем пример Петра. Когда Петр и все ученики услышали, что Иисус рассказал, что сейчас пойдет в Иерусалим, пострадает, даже будет убит. Что сделал Петр? Сразу он стал приводить душевные доводы Иисусу. Он сделал это по-доброму. Он не хотел расставаться с Иисусом. Он любил Его. Прочитаем, да, это место. Из того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать, и от старейшин, и от первосвященников, и книжек, и быть убитым. И в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою. Ну, добрый хотел. Да не будет этого с Тобой, чтобы тебя били, чтобы тебя распинали. Да не будет этого с Тобой. Но это был соблазн. Это было искушение. Это было темптение. Не послушай Бога. Поступи по-своему. Он призывал, фактически, к непослушанию. Хотя Он, может быть, и не задумался подобрать те души Своей. И это было влияние на душу Иисуса. Вы знаете, как часто именно вот так нам подходит и подступает. Отслушаться. Не исполнить волю Божью. Через душевные страхи. Может, не надо. Может, ты не пойдешь. Может, не будет. Если бы Иисус не жил по духу, а жил бы так, как мы умеем, по душе. Это могло бы повлиять на Него. Понимаете? Это влияет. Тут ты сам решаешься на что-то, на какой-то подвиг. А тут тебе есть варианты. Избежать этого. Это в сомнении. Можно податься этому соблазну. И решить что-то по-своему. Вот так к человеку часто подступают такие сомнения. И человек начинает пересматривать все, понимаете, уже другими глазами. И, к сожалению, некоторые даже способны отказаться от того, что Богу обещали. Потому что не совсем всегда серьезно понимают, кому обещали. С кем заключали завет. Как это всегда происходит с человеком, который живет не по духу. Но по плоти или же по душе руководствуется чувствами. Вы знаете, что у души есть свои страхи. И на них очень легко влиять. И Сатана это знает. Он знает все ваши страхи и мои тоже. Он знает, как подойти, как манипулировать этими страхами. Будь милостив к себе, Господь. Да не будет этого с тобой. Но на Иисуса это повлиять не могло. Потому что он не жил по душе. И он ответил Петру так, как хотелось бы, чтобы каждый из нас отвечал. Когда подходит подобное искушение, ослушаться Бога. Не поступить по воле Его. Когда подходят страхи и сомнения. Когда подстрекает тебя кто-то или что-то к непослушанию. Отвечайте так, как ответил Иисус. Отойди от меня, Сатана, ты мне соблазн. Почему? Потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Он не сказал, думаешь о грехе. Это не был грех. А послушание? Не послушание грех или нет? Вроде бы от греховного ничего не предлагается. Избежать то, что Бог говорит, пойди и сделай. И вы посмотрите, после этого Иисус поворачивается к ученикам и говорит. Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя. Возьми кресло и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Душа имеется в виду жизнь. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. То есть послушание воли Отца не может быть без жертвы. Не может. Если вы посвящаете свою жизнь Богу, готовьтесь к тому, что будет жертва. Посвящение — это уже жертва. Ты что-то отдал, ты пожертвовал. Любое, что вы отдали, вы пожертвовали. Вы оторвали от себя. Никто не сможет исполнить волю Бога Отца здесь, на земле, как есть на небе. Если не отречется себя. Если не возьмет свой крест. Чтобы следовать. Знаете зачем? За послушанием Иисуса. Мы не просто следуем за Иисусом. Мы следуем за Его послушанием. Вот, запомните это. Еще один пример мы видим тоже. Когда поставлено было сомнение и послушать или нет волю Бога. Это мы видим пример с Павлом. Бог открыл Павлу, что он должен идти в Иерусалим. Но там его ожидают мучения. Там его будут гнать и даже посадят и даже закончится жизнь. И тут же. Появляются те, которые пытаются предотвратить это. Вы знаете, опять прозвучали те же слова только в другом вариации. Будь милостив к себе. Только не Господи, а Павел. Да не будет этого с тобой. Разные вариации есть, но смысл тот же. Я прочитаю вам. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк. Имени Агав, пророк. Он был пророк. И, войдя к нам, взял пояс Павла и, связав себе руки, ноги, сказал, «Так говорит Дух Святой». Муж, чей это пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руке язычников. Что вы скажете, если такое скажут, допустим, обо мне? Да не ходи ты в Иерусалим. Что тебе это надо? И ученики тут же сказали, да? Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Сразу стали просить, «Не надо, зачем?» И все, другие варианты, но то же самое. Людям свойственно манипулировать. И даже пророчествами люди манипулируют. И цитатами манипулируют. И опровергают Слово Божье своими цитатами, своими пророчествами наставляют. Вот так мне Бог сказал, мне Бог открыл. И призывают ослушаться. Послушаться, послушать их. И не слушать Бога, который сказал, понимаете? И можно оказаться в послушании у людей. Не в послушании у Бога, а в послушании у людей. Когда они начинают уговаривать, поменяй, перемени, подумай. Мои дорогие, все вот это реальность. И многие утверждают, что это точно от Бога. Вы знаете, я скажу, что тот мужчина получил от Бога. Я скажу, что вот так будет, но ему же не сказано было, запрети ему ходить. А если бы было сказано, запрети ему ходить. А Павлу было сказано, иди. Кого надо было послушать? Если бы было, he heard the words, say, forbid Paul to go, but Paul heard the words that he should go. Итак, людям свойственно манипулировать, человеческой душой. Но мы должны знать, что если Бог сказал, надо слушать Бога. Нельзя следовать за их непослушанием. Вы слышите меня. Надо ходить за послушанием Бога. Чтобы исполнять Его волю. Волю Бога надо хоронить как сокровище. И не позволять никакому духу сбивать себя с этого пути, с принятого решения. Чтобы исполнить волю Бога, какая есть на небе, здесь, на земле. И Павел не позволил сбить себя. Он тоже умница. Не позволил. Он не поддался душевным чувствам, переживаниям. Вы знаете, он ответил почти так же, как Иисус. Вот посмотрите, Павел ответил и им сказал, что вы делаете? Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце? Мое. То есть, они действовали на Него. Чтобы Он отменил, чтобы Он испугался, чтобы страх появился. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить Его, не смогли, то успокоились, сказали, да будет воля Господня. А почему бы сразу не сказать, да будет воля Господня, только когда они успокоились. Они сказали, да будет воля Господня. вот чего нам недостает, дорогие мои. Это твердости в принятом и твердом решении исполнять волю Бога. в послушании. Да будет воля Твоя. Твердость. Нужна твердость. Бог что сказал? Он не благоволит к колеблющимся. Сегодня избрал волю Бога, завтра не избрал волю Бога, сегодня решил сделать два шага, завтра передумал. Откуда-то ветер другой подул, другим учением побежали туда, там легче. Никогда не исполните волю Бога, если бы вот так двигаться. Вы знаете, поэтому Иисусу Навину Моисей сказал, какие слова? Это не просто слова, заповедал. сын Иисусу и сказал ему, будь тверд и мужествен. Ибо ты ведешь сынов Израиля в землю, в которой я клялся им, и я буду с тобой. Моисей сказал ему, будь тверд и мужествен. Моисей отошел в другой мир, Господь три раза сказал ему те же слова. будь тверд и мужествен. Будь тверд и очень мужествен. Три раза для того, чтобы утвердить, что идти по Божьей воле надо быть только твердым и мужественным. Никогда не исполните волю Бога, если не будете тверды и мужественны. Необходимо послушание. А для послушания необходимо что? Мы с вами говорили терпение. А то еще оказывается твердость и мужество. Вот эти качества должны присутствовать только так ты исполнишь волю Божьей, чтобы никто не мог тебя сдвинуть. Это мы хорошие примеры знаем. К сожалению, в Библии есть и плохие примеры. Отрицательные. Где пророки не исполняли волю Бога. Пророки ослушивались повеления Божьего и велись ложными пророчествами. Которые утверждали «У меня от Бога». И они начинали слушать того, который сказал «У меня от Бога». Вот что бывает. Когда противопоставляют слово, которое получило от Бога. Притом серьезное слово, не просто так. Подумал, что это от Бога во сне приснилось. Но когда противопоставляет кто-то слово, которое Бог тебе сказал, повелел и послал. Но когда кто-то говорит «У меня от Бога», «Никогда не сворачивай». Никогда. Конец у такого пути очень печальный. Посмотрим с вами один из примеров. Вы знаете, что пророк один написан о нем без имени, просто человек Божий. был послан в Израиль в одно место, где царь собирался приносить жертвы на жертвенники иным богам. И Бог послал его с посланием, чтобы он предупредил этого царя, что очень Бог рассержен, и что в этот момент, если он не остановится, что вот этот жертвенник будет развален, и на нем будет другой приносить потом когда-нибудь, приносить жертвы человеческие, кости жечь. В общем, Бог сильно разгневался. И пророк пришел, был в большой силе Божьей, пророчествовал на этот жертвенник, этому жертвеннику пророчествовал. и настолько был в силе Духа, что даже когда царь расхердился и хотел его рукой схватить, чтобы наказать за это пророчество, рука у него одервенела, а жертвенник рассыпался. посмотрите, какая слава Божья была. Потому что Бог его послал. И сказал, я прочитаю сейчас, и сказал царь человеку Божьему, когда такое с ним случилось, он перепугался, царь, сказал, помолись, чтобы рука моя вернулась, я каюсь. И поэтому после этого сказал царь человеку Божьему, зайди со мной в дом и подкрепи себя пищей. И я дам тебе подарок. Но человек Божий сказал царю, смотрите, как правильно говорит. Хотя бы ты дал мне пол дома твоего. Я не буду с тобой и не буду есть хлеба, не буду пить воды и в этом месте. ибо так заповедано мне Словом Господним. И он говорит, что сказал ему Бог, не ешь там хлеба, не пей воды, и не возвращайся той дорогой, которую ты шел. это повеление Бога. Не ешь хлеба, не пей воды, и даже дорогой этой не возвращайся. И пошел он другой дорогой, и пошел обратно той дорогой, которую пришел в фильм. Послушал Бога. Послушал. Исполнил воля Бога. Исполнил. Исполнил. Теперь посмотрим, что происходит дальше. В Вифиле жил один пророк старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле. И слова, как и он говорил царю, пересказал сыновья отцу своему. И спросил их отец их, какой дорогой он пошел. И показали сыновья его, какой дорогой он пошел, человек Божий. For his sons had seen which way the man of God came from Judea and gone. from from Then he said to his son, saddle a donkey for me. And they settled the donkey for him. And he set on him. And went after the man of God and found him sitting under an oak. and he said to him, are you the man of God who came from Judea? And he said I am. He said to him, come home with me and eat bread. So kind. He said I can't return with And he said I can't return with you. I can't eat хлеб and not drink water in the place and not eat bread and drink water and return by going the way you came. Now look what's happening. he said him I too am a prophet as you are. Why am I worse? God sent you if you are worse. I am also a prophet as you are. And the spoke to me by the word of the Lord. Saying bring him back with you to your house. пусть poest on хлеб and nap water. He ate bread and drink water. He was lying to him. He was lying to him. He realized something? He was lying. prorock. This prophet who should listen? послушание не может быть наполовину моих правительств. Вот здесь я послушался, а дальше могу сделать как хочу. Если ты слушаешься, послушание должно быть до конца. Вы знаете, как тяжело, когда подходит искушение? А когда другие пророчествуют тебе и говорят обратное? Не надо смущаться ни от какого ветра. Никакого. Если ты знаешь Господа. Если тебя Бог послал. И вот посмотрите, в начале, когда этот пророк отказал царю Иеравааму, который предлагал ему и золото, и все. Он нашел себе силы отказать ему. А тут смутился, потому что пророк говорит, ну я тоже пророк. И сказал, все наоборот. Возвратись, хотя Бог сказал, не возвращайся. Хотя Бог сказал, не возвращайся. Сатана никогда не останавливается нас искушать. Первое искушение, он выстоял, когда царь предлагал. земное богатство его не купило. А вот чужое пророчество его купило. Не удивляйтесь, что сатана может пророка использовать. Не удивляйтесь, что и пророки бывают ложные. Бывают. Когда не бодрствует. Когда возгордился о себе, мнит много. Он уже не в послушании. Он может и лгать. Как этот салгал. Понимаете? Возможно, все это. Тогда таким сосудом, который живет неправедно уже, ни в Боге, ни на коленях, почему сказано, что надо смотреть, как живет. По плодам. Можно его слушать или нет. И вот этот пророк его смутил. Он даже Бога не побоялся, этот пророк. Хочется сказать, пророк даже Бога не побоялся. Он манипулировал. Обманул и манипулировал тем, что он тоже пророк, и к нему ангел Божий приходил. Вот, мои дорогие, что произошло. И что получилось? Поверил ему пророк. Последовал его словам. Он уже последовал не за волей Бога, а за человеком. Видите, как можно, да? Шел за Богом, а теперь последовал за человеком. Не надо всякому духу верить. Он купился. Купился. К сожалению, да. Вот как бывает тяжело стоять в истине. Стоять в том, что Бог сказал, твердость нужна и мужество. Ведь если откажешь вот в такой ситуации, да? Скажешь, ты какой гордый, да ты зазнался, я тоже пророк. Потому что, если вы укрепляете в этой ситуации, люди говорят, я тоже пророк. Укрепки. Укрепки, оскорбления. There might be some accusations. Самоуверенный, гордый. Вы знаете, есть такие примеры очень интересные в Библии. Например, Еремия, пророк. Он противостоял другим пророчествам. Например, пророчествам пасхора священника. Он противостоял. Он говорил о том, что Бог его послал сказать, а тот говорил обратное. He was speaking about what God told him to say, but the other one was saying the opposite. He was also prophesying. He was saying the opposite things. И когда Еремия сказала Бога, что надо идти в этот Бавилон, что придет и заберет и всех заберет Бавилон, Бавилон, Пасхор ударил Еремию. Кто ты такой? Ударил его. Посадил его в колоду. Представляете? Как бывает, когда ты стоишь твердо и мужественно чтобы исполнить волю Бога. Но Еремия осталась в послушании. Мы знаем Михея, другого пророка. Как он тоже был послушан только голосу Бога. 400 пророков говорили обратно им. Майка, 400 пророков spoke against him, the opposite thing. И что? Седекио по щечину залепил Михею. И так бывает тоже. Представляете? Седекио hit him on the face. Как ты так пророков? Мы все говорим, а ты тут наоборот? All of us saying this and you're saying against us. То есть послушание Богу оно нелегкое. Оbedience to God is not easy. Оно нелегкое. It's not easy. Не думайте, что это так легко и прекрасно. Но я вернусь сейчас к тому человеку Божьему. Хочу сказать, как же так получилось с ним. Что он послушался другого, называющего себя пророком. Как он обидел этого человека, который назывался пророком. Да, тот пророчествовал, конечно. Но давайте посмотрим на человека Божьего. Что с ним происходило в этот момент. Первое, что он устал. Вы знаете, чем пользуется Сатана? Он выжидал. Помните, как он выжидал, пока Иисус за ним мог, сорок дней не ел? Он тут же подошел. Итак, посмотрим на того человека Божьего. Он устал. Он был изнурен. И тем действием, какое было, знаете, когда такая сила сходит, ты тоже теряешь свои силы. Он был голоден. Путь был длинный. И он допустил себе немножко гордости и довольства собой, потому что такое произошло. Он только сказал, что это будет и тут же, и рука онемела. И жертвенник расселся. Знаете, немножко приятно ему было, да? Чуть-чуть возгордился. Такой важный потом отказал царю. Пошел такой важный. Этим пользуется сатан. Что бы ни произошло, всегда быть ниже плентуса. помни, что все это делал Бог, а не ты. Пусть даже потолок развалится по твоему слову. Ты-то тут при чем? Ты молотком рубил? Бог сделал. Оставайся в кротости и в смирении. И вот все-таки он немножечко возгордился и вышел из этого состояния богаковения. все это оказало на него влияние на сердце этого человека Божьего. Он находился еще в этом возвышенном таком состоянии, непободрствовав. И лживый дух к нему подошел. Искусить его. Вы знаете, здесь очень глубоко можно говорить об этом очень. Очень глубокая тема. Когда я начала это, я столько увидела в Библии мессы, столько интересного. У нас впереди еще много лет жизни. Еще поговорим. Итак, мои дорогие, сокрушение, смирение. Как Моисей был кроток и смирен сердцем, несмотря на то, что самый близкий был с Богом. Мария тоже пророчествовала его сестра. Однако проказой покрылась, когда пошла против Моисея. Да, мои дорогие. Можно и слову Бога немножечко себе присвоить. И гордость допустить. Но это уже предпосылки к падению. и поэтому человек Божий уже слушал не голос Бога, а слово человеческое. И вы знаете, что произошло? Что интересно произошло? Вернулся этот пророк. Зашел к тому пророку домой, сел, кушает. Я вам прочитаю. Я вам прочитаю. И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Три вещи сделал, чтобы Бог сказал не делать. Воротился, поел, выпил. И когда они еще сидели за столом, Слово Господне было к пророку, воротившему его. Вы слышите, к кому? К воротившему его. Тот, который ему сказал, мне ангел сказал, вернись. Идем, покушайся у меня. И теперь он же открывает уста и произносит он к человеку Божьему, пришедшему из Иудеи и сказал, так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа, не соблюд повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, и я хлеб, и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба, не пей воды, и тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. Здорово. Уста, которые лгали ему, и сейчас его обличают. Но почему ты не послушался? Вы представляете? Я с теми же устами. Бог его обличал. Бог его обличал. После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла. Ну что делать? Надо же ехать. Для пророка, которого он воротил, и отправился тот. И встретил его на дороге лев. и умертвил его. И лежало тело его брошенное на дороге. И осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. О чем это говорит? Лев не был голодным. Это не был тот лев, который ради еды он даже донки этого осла не тронул. Он стоит. И его не поел, только убил. Что это? А это, знаете, что? Если взять духовно, да? Как сказано, сейчас я вам прочитаю. Трезвитесь, бодрствуйте. Первое Петро. Потому что противник, ваш дьявол, ходит, как крыкающий лев, ища кого бы поглотить. Непослушание дало возможность дьяволу поглотить. Это духовно сказано у Петра. А там физически все проявилось. И сегодня можно быть убитым. Духовно убитым. Потому что лев тебя убьет. За что? Не слушался Бога. А кого послушался? Человек. Пошел за ложными пророчествами. Не надо слушать. Кто бьет тебя цитатами поражать, иди прямо. Будь верен Слову Бога. И когда человек начинает слушать человека, он идет за человеком. Еще вдобавок скажу, можно быть послушным страхом. Есть такое послушание не Богу, а страхом. Помните Саула? Он последовал послушанию страха. Больше боялся филистимлян, чем Бога. Через Самуила Бог сказал, дождись, я приду и принесу жету, дождись. Дождаться очень тяжело. Когда Бог говорит, дождись, это исполнится. Как тяжело дождаться. Как тяжело было Аврааму дождаться. Измаил появился. Как тяжело дождаться. Саул не мог дождаться. Но пророк все равно пришел. Исаак все равно родился. Дождаться. Надо дождаться, если Бог сказал, это послушание. Не надо слушать свои страхи. Вот почему Господь сказал Иисусу Навину, только будь тверд и очень мужественен. Вы знаете, что страхи тоже умеют манипулировать человека. Они воздействуют на душу. Поэтому никогда не слушайте свои страхи. Имейте страх Божий, а другие страхи не слушайте. Потому что непослушанию приводят чужие страхи. Я вам скажу, что непослушание не имеет никакого оправдания. Ты никогда не оправдаешься. Я не послушал тебя, Господи, потому что нет оправдания. Ты не послушал. И все. Мог ли Сол оправдать своим страхом, что он не послушался? Не мог. Мы знаем, что он получил осуждение. Знаете, что такое послушание? Это тогда, когда на тебя ничто не может повлиять, сбить тебя с пути. когда только слово Бога ты исполняешь. Не глядя ни на что окружающий Когда стоишь в Его воле. Как Иисус стоял. Как мы с вами увидели апостолы стояли. Не важно, что тебе пророчествует, тебя ждет что-то, значит, Бог так хочет. Вы знаете, когда Бог сказал, оно стало. А все остальное отлукавало. Если Бог что-то сказал, оно уже стало. Оно уже есть. Поэтому никаким страхом, никаким ложным пророчеством, что бы вам пришли и не сказали, если ангел с неба будет говорить не то. Не вертся. И не водитесь манипуляциями тех, которые называют себя пророками. Никакими душевными желаниями. Никаким лукавством. Никаким лукавством. Вы знаете, что когда мы говорим лукавство, да, лукавый, часто лукавство живет внутри человека. Это присутствующий грех. И вот это лукавство внутри человека само искушает. Оно внутри противостоит воле Бога. Поэтому будьте аккуратны даже в этом. Душа умеет увлекать. Имеет умеет пугать. А Дух, рожденный Духом Божьем, он сильный. Поэтому живите Духом, не плотью и не душой. Не будьте водимы душой. Я вас благословляю. Хочу сказать, что на следующее воскресенье у нас будет тоже очень интересно. Немножко в другом, но тоже говорит очень интересные вещи. Я вас приглашаю не пропустить. Давайте помолимся. Я очень хочу, чтобы вы умудрились на опытах чужих, не на собственных. И были тверды и мужественны в том, что избрали наш Господь дорогой. Я знаю, что такое поклонение. Поклонение это, в первую очередь, послушание. Невозможно поклоняться, быть непослушным. Тогда ты не принимаешь и поклонение песен. Ничего не принимаешь. Потому что человек не послушан. Это кваканье лягушек. Но когда послушание, это и есть поклонение во всем. Тогда славь Господа. Поклоняйся Ему. И Бог будет принимать обоняние и яд благоухание. Наш великий Бог. Мы здесь стоим и слушаем Слово Твое. И я уверена, принимаем и мы хотим быть послушными Тебе. Дай силы и мужества до конца дойти восхитить Твое обещание, чтобы себя церковь ликовала от того, какой Ты верный, удивительный Бог. Благослови и укрепи каждую душу держаться Тебя. Не быть сбитыми никаким ветром, ни ветром мучения, ни ветром лживых пророчеств, ничем, потому что Ты сказал, оно уже все стало, уже есть. Благодарим Тебя, Господи. Благослови. Блес. Слава Богу. Прасть Богу. Благослови. Благослови. Продолжение следует...